уважаемые коллеги я понимаю что тема сегодня абсолютно стопроцентно и укрепещи потому что несмотря на то что мы не очень не любим в спорте говорить о негативных проблемах на не существует и к сожалению это происходит и поэтому мы говорим что внезапная смерть это совершенно реальное событие надо сказать что еще до нашей эры когда молодой солдат афиняне по имени педипит умер после забега на длинные дистанции смотрите время 490 год до нашей эры сенат дал распряжение провести расследование выяснить причины смерти определить виновку это совершенно точные слова которые вы сказали там тысячелетия назад и наверное в этом есть рациональное зерно и об этом стоит помнить потому что все что касается это не только вопрос клинической медицины о которой мы говорим всегда да это говорит о том что это происходящее событие которое происходит во время тренировок и соревнований и об этом нельзя не говорить и не знать другое дело что в россии нет национального регистра внезапной смерти в спорте и мы не знаем истинные масштабы этой проблемы поэтому мы больше всего говорим о том что есть публикация есть выступления есть доклады и так далее надо сказать что вообще во всем мире известная цифра но самая высокая внезапная смерть в среди баскетболистов до 1 студенческой лиги 1 на 3100 человек год это самая высокая внезапная смертность в основном она превалирует среди чернокожего населения соотношение женщин и мужчин один одна женщина девять мужчин и так далее наиболее уязвимы является баскетбол дальше американский футбол и европейский футбол а дальше уже по всем параметрам который всегда резонанс всегда журналисты всегда обсуждения поиски виновных поиски еще кого-то бесконечно но мы сами говоря что может предотвратить это это событие но безусловно негативно потому что у нас в обществе мы понимаем что мы говорим спортсмены передовой отряд наиболее представительная здоровая часть населения что же такое происходит и от чего это происходит и вот эта физическая подготовка отличное здоровье все хорошо и все что происходит момент этих событий еще пока это происходит как на тренировках так и на соревнованиях безусловно мы понимаем что мы на это можем сегодня повлиять или не повлиять можем констатировать этот факт стоит ли просто констатировать нет не стоит я вам привожу пример профессор шлык наталья ванна физиолог присылает мне такое письмо после смерти для клонистки екинкина во первых кубка россии сборной команде двенадцатом году проходила не обследование физиолог наталья ванна шлык который много занимается изучением вариабельности ритма в спорте является ведущим специалистом я наталья ванна и много лет дружу и общаюсь встречаясь с ней на конгрессах и вот наталья ванна дело если она не кардиолог она физиолог делая исследование выявляет у нее гипер симпатику они и пишут письме врача на скульптурный диспансер выйти врачу тренеру кардиологу диспансер ставит 20 знак ну порценку направляют а в момент исследования наталья ванна вот это вот желудочка экстрасистолии а самое небезопасное что это парные экстрасистолии которые увидел наталья ванна наталья ванна не кардиолог она записывала одноканальную запись для оценки вариабельности ритма и обратила на это внимание и отправила пишет а мне письмо после смерти а у спортсменки имела место парные экстрасистолии которая занимает неблагоприятное дети прогностическом плане из наталья ванна будучи физиологом была абсолютно права что направила дальше что пишет а дальше написали что она может тренироваться а в результате она погибает от кардиомиопатии прямо во время остановку сердца происходит во время кубка россии нигде нигде в другом месте не дома и тогда ну дальше мы говорим потом историю цска тоже история остановки сердца баскетболисты якори можно перечислять огромное количество тут появляются школьники и все это мнение журналистов журналисты публикуют и мы эти сведения черпаем оттуда да у нас нету данных уроки физкультуры школы и вдруг у нас появляются данные там пионерлагерь смена детский колосок легкая атлетика вас ты спортсмен значит физически скончался мальчик готового до рождения благовещенский и все три новости а то же самое касается тренировка мурманских кировские а я вам скажу что здесь очень важный момент вместо заминки на этой тренировке тренер рекомендовал спортсменам подростков подтягиваться на количество силовых упражнений собственного веса после заминки но к сожалению это закончилось фатальным случаем которым там расследование прокуратуры и всякие прочие эксперты и прочие события а то же самое касается во время чемпионата начинать сказать что в тверской области после смерти усиливают контроль за медицинским допуском соревнований и мы вспомним слова которые были только что в самом начале по поводу сената и фидипида ну там жестче были условия чем здесь контроль за медицинским допуском да допущен получил допуск тренировкам соревнований дело в том что мы к сожалению не можем подчас выявить те изменения которые являются причиной поэтому мы говорим наверно стоит как-то задуматься об этом и вот 30 августа видите в январе восемнадцатого года а до этого была получена справка допущен 3 1 3 нами пока теперь создана комиссия который пройдет собственным проект ну буду проверить чем управлять никто не знаю что-то будет про естественно а также как видимо вы на пяти где-то а и вот разные сведения пятнадцатый год наш собственный анализ какой-то да из литера из публикации пресса что на самом деле никакого отношения ты вдруг министр образования ольга васильева на заседании совет федерации говорит за прошлый учебный год спортзалов погибло 211 учеников обращается слава обращение министра спорта тогда виталий чмутко и тогда все тут же говорят да мы будем изучать оценивать понимать водить не знаю а значит травм из этих причин довольно мало всего 10 процентов вместе си процентов остальные случаи в самом кардиологическом так или иначе это единственная статистик которая и все остальное журналистские сведения и сведения которые мы получаем из пресс не более того но существует не другом других странах конечно существует это было касался профессионального бастера баста селти да так что здесь было выявлено 27 летнего спортсмена мышечное поражение сердца кардиомиопадии и так далее но вызвало огромное влияние средств неоднородности среди экспертов агрессивные оценки рисков подготовленных спортсмен это сделала у нас в нба да не надо ужесточить контроль надо продумать таким образом это сделать о волейболисты мирового уровня да хорошо давно точно обследованная да сожалению расслабивающий аномеризма орты от чего она и подняла с ней диагностированным синдромом высокоростной спортсмен так что все случаи происходят везде такая же история была и здесь известна смена у которого был и вы семейный тип нарушения генетического раннего атеросклероза поскольку отец собственного преждевременно возле сорока лет и на самом деле наследственность играет самую негативную эти все примеры я привожу только для того чтобы сказать во всем мире этой проблемой занимаются и изучают его и делают из этого серьезные выводы мы регистра нету поэтому на сведений по этому поводу нету мы не очень хотим слышать негативные случаи смерти они у нас вызывают неприятие ли я прекрасно понимаю но тут надо понимать и следующее что к сожалению эти случаи происходят а им нужно разработать стратегию поиска может быть стратегию каких-то исследований дополнительно него правильно алгоритма используемого диагностического и мы должны понимать что тренерское сообщество должно тоже быть соучастником этой проблемы потому что больше всех видят спортсменов и находятся в контакте именно тренеров и в изменении его самочувствия и каких-то маркеров которые могли быть хоть как-то повлиять на мнение наверное кроме всего прочего конечно нужно водителя в конце лекции 100 что стоит делать ну-ка остановка сердца студенческие дни так давно на паркете наружный автоматический дефибриллятор и закрытый массаж сердца через 40 минут шоломон оказался в клинике и поблагодарил за спасение мы говорили о том что самая высокая специальная смертность как раз все чернокожие баскетболисты а поскольку это происходит в основном во время тренировок соревнований и либо после мероприятий то мы понимаем что часть из них просто из нас выпадает из сведений и мы не знаем как это происходит то что происходит с некоторыми спортсменами но понимаем что здесь когда мы говорим о том что же такое физические нагрузки мы говорим что с одной стороны это эффективная высокая производительность спортсменов но при этом и достаточно агрессивное состояние для сердечно-сосудистой системы и поскольку ряд видов спорта сопряжено с высоким уровнем накопления молочной кислоты и выраженного ацидоза что приводит к такому стрессу оксидативному образование свободных радикальных форм кислорода что тоже негативно и дополнительным фактором является смена ритма в деятельности спортсмена почему игровые виды спорта находятся в зоне повышенного риска потому что баланс вегетативной нервной системы симпатики и парасимпатики вагуса такие качели при навлечении таскать еще чрезмерном повышение температуру тела который повышается до 38 градусов и в этом случае повреждающий фактор вполне возможен даже при стабильных сосудистой системы неналичие гликхотросфероза раннего нет температура мозга повышается в нашем жизни у спортсменов нагрузки до отказа до 38 5 при выраженной реакции не только температура а выраженного еще ацидоза наряду с тем что в это время повышается вязкость крови поэтому гидротация в спорте крайне важный вопрос и мы впервые в россии показали что у спортсменов с нарушениями поляризации с перенапряжением сердечно-сосудистой системы на нагрузке повышается уровень белка тропонина который сегодня является обязательным методом диагностики острого инфаркта миокарда если скорая помощь кармологическая приезжает пациенту делает экспресс-тест на тропонин подтверждая и не подтверждая а мы видим у спортсменов повышение тропонина и на физическую нагрузку до отказа значит у спортсмена с признаками перенапряжение сердечно-сосудистой а кто у нас с вами видит перетренированность и перенапряжение доктора нет у нас перетренированность видят тренеры снижение производительства это такой звонок в ряде случаев вполне благополучный уменьшите объем а в ряде случаев наоборот это такой звонок о котором следует задуматься почему потому что факторы изменения геометрии сердца и влияния сердца политических нагрузок не так благополучен подчас при целом ряде обстоятельств и это надо тоже точно быть уверен потому что когда мы говорим вообще о всех причинах смерти молодых спортсменов большого национального института сердца не апрель то мы говорим посмотрите тут что одна кардиология не 20 процентов сотрясения сердца контактные виды спорта быстрые летящие предметы это может быть большой теннис да это может быть и бейсбол это может быть бронхиальная астма и это может быть тепловой удар который приводит смерти это может быть разрыв артерии головного мозга и во всех структурах есть травмы которые несовместимы ли то есть травматическое внезапное смерть периодизировка препаратов это имеется ввиду что запрещенные препараты которые могут быть опасны и увеличивают риск внезапной смерти в частности анболические стройки и психстимуляторы которые час сегодня используют некоторые спортсмены даже терапевтическим использованием с полученным официальным оружием но мы понимаем что здесь все заболевания которые могут привести к той самой внезапной молодой остановки молодцы до 21 год для нас это важная информация вот сотрясение сердца таких видов спорта я уже говорил и в некоторых контактных видов спорта где но в этом видах спорта является короткий удар и кардиальный область рефлекторную остановку сердца который в этом случае возникает и возникает она в результате сотрясение сердца таким образом мы понимаем что контактный вид спорта есть тоже риск но это не касается бокса чаще всего это туда рукой пяткой тогда защита грудной и вот если вычленить все остальные то тут же появляются кардиологические причины которые говорят какие заболевания возможно имеют риск внезапной смерти спорта нам это надо знать а я думаю что это надо знать и тренером и только докторам потому что еще раз повторяю что на самом деле вопрос о безопасности тренировок соревнований это вопрос федерации вопрос тренеров вопрос медицинское обеспечение мы подчас видим наличие машины скорой помощи нам всегда они эффективны очень часто и взаимодействие поздно поздно потому что разные причины разные заболевания которые могут быть и самое важное что иногда не находит никаких видимых причин по результатам скрытия потому что пять процентов это чаще не было выявлен никаких органных заболеваний как электрические заболевания сердца патологии которые сложные для диагностики и практически те самые дефекты ионных каналов это там понятно что клинической медицины не будут долго на эту тему говорить о том только одно что это не выявляемыми трудно диагностированные заболевания которые не могут даже вывести опытные кардиологи в этом тоже колоссальная проблема но может быть и синдром марпана который только что демонстрировал вам и говорил о том что фенотипические внешние признаки спортсмена но высокоростность строение конечности строение пальцев и стол могут свидетельствовать о косвенных признаков что этого спортсмена можно ждать и ожидать увеличение диаметра аорты расширения и мы показали в своих исследованиях что диаметр расширения высокоростных спортсменов выше это наши собственные данные по сравнению со спортсменами меньше 180 сантиметров мало того что у них низкие более низкие показатели м пока естественно но от фенотипические внешние признаки высокоростной сарафнодоктилия деформация грудной клетки присутствовали эти в два раза больше чем у спортсменов меньшего роста то есть это уже говорит при отборе тренера знания этих аспектов это неуязвимо это не опасно можно заниматься спортом но это сведения и они возможны потому что вот данные исследования большого который выполнен наши коллеги показали диаметр аорты выше четырех сантиметров 8 человек и вот это спортсмен на котором был недопущен или допущен и дело в том что такие такое расширенная уже сама по себе а аномалии и строения структурного которая несет себе опасность чего и разрыва при больших физических того вот о чем поэтому слова не допущен не допущен не допущен вот диаметр аорты 5 и 8 и при этом диаметр работы не так уж велик но выше 40 40 миллиметров 4 сантиметров тоже не допущен потому что были выявлены скелетно-мышечные окулярные синдромы которые свидетельствовали о дисплазии соединительных как системного вот все мы кардиология проделали они кардиологии есть большое исследование показала если мы говорим что в кардиологических причинах внезапной смерти доминировано соотношение черных под белыми и мужчинами над женщинами то бронхиальные астмы все наоборот сегодня описаны случаи до связь между причинами смерти от бронхиальные астмы включая бронхиальный астмического усилия и половина из этих источников да были проанализированы с точки зрения занятия спортом и у 14 смертности тренировок и четырех они соревнования и это в этом исследовании был баскетбол и легкой атлетики то есть когда мы говорим о друг о другой причине бронхиальные астмы то мы должны не закрывать глаза на бронхиальный астму физического усилия почему я об этом говорю потому что бронхиальный астма физического усилия существует спорте ее много знаем и они нет мы знаем только из литературных источников из источников зарубежных которые занимаются и изучением этой проблемы и тут не сразу возразят скажешь а вы говорите о том что вот они все могут получать бы агонисты часто потому да если установлен диагноз туда и подтвержденных правом терапевтического спорта безусловно но мы не можем доверять диагноза клинические симптомы и мы не можем сказать что если мы знаем что бронхиальный астма физического усилия может быть причиной внезапной даже смерти спасем от осмоидного статуса из которой не смогли вывести то значит мы понимаем что такая проблема существует и надо ее тоже заниматься вопрос травматический понятно мы знаем эти случаи они все проанализированы больше всего драматической смерти фиксируем американской любовь потому что регистра в основном в него вошли исследований часть европейских но основном это регистра находится база данных часть данных сегодня пошли из европейского регистра который сделали в италии по внезапной смерти различных причин почему понимаем смотрите кардиологии доминированы чуть-чуть бронхиальная астма и чуть-чуть не один процент травмы но она есть есть и вот по годам исследования где изучалась с одной стороны эпидемиология травм и это исследование продолжается оборвался до 2009 год все продолжается и кардиоваскулярные заболевания вот такие цифры все-таки не утешительны честно говоря она не падает она растет и большой анализ литературы говорит какие у нас все-таки заболевания присутствуют вот сотрясение сердца вот атеросклероз да вот миокардита что такое миокардита миокардита вирусное поражение сердца и вирус коксаки очень кардиотропия миокарда и вызывает тяжелые миокардиты которые могут быть причинны знаем ли мы про это сегодня в условиях пандемии ковида есть уже исследование спортсменов перенесших ковид и вопрос возвращения к игре что он называется return to play сегодня возникает вопрос у некоторых спортсменов видим изменения их очень немного для кардиографический повеление нарушения ритма повеление выплаты перикардио это по данным литературы то есть мы понимаем что эта проблема существует после вирусное поражение сердца если она есть при других вирусов которого там 24 все они кардио троп и вот большой анализ говорит о том что у нас иногда мы не выявляем истинную причину мы не знаем что это какая-то увеличение сердца в разных регистров альянские регистры соединенные штаты америки национальные регистры национальные ассоциации атлетической ассоциации военных везде пишет о том что есть внезапная аритмическая смерть а это италия одно из последних опубликованных больших исследований который говорит о том что все-таки среди причин есть и достаточно привычное слово для тренеров и для слов пролапсометрального он действительно может быть причиной появление злокачественных нарушений поэтому лицами с истинно пролапсометрального клапана должен быть хорошо обследовано с точки зрения электрические функции сердца и все это сведения которые сегодня есть еще если российские данные и иногда мы сожалению должны констатировать факт может быть грустно естественно нам этого не хочется слышать но он важен дело в том что к сожалению происходит эти случаи стоит среди молодых людей у которых безусловно есть родители и перед родителями молодыми встает вопрос очень важный а не было ли какой-то в семье в роду генетических заболеваний если будет по очищаяния решатка сказать завести еще ребенка не будет невероятность высокого риска тоже получить заболевания с высокой степенью наследственного риска эти вопросы дают мама потерявшие своих детей во время тренировок и соревнований мама репродуктивного возраста я с ними встречался и однократно и они задают один и тот же вопрос а вот мы еще готовы и поэтому как бы это не печально и тренерская сообщества кто бы мы не были нам важно знать если это произошло нам нужны хорошие сведения по результатам патоморфологии то есть по результатам скрытия и это нужно не только для науки которая безусловно но это нужно прежде всего для родителей как это не печально звучит родители потеряли сожалению ребенка и они перед ними стоит вопрос они хотят знать а есть ли у них или нет риски поэтому для них этот результат когда пишут справки острой сердечной недостаточности они не понимают что это значит и клиницистам с одной стороны обходим да это необходимо и родителям потерявших своих детей знать наследственность отягощенную которая может играть негативную роль условия история с нашим выдающим сфигуристом гринько 27 лет он скончался будучи двукратным олимпийским кто-нибудь задумался было ли у нее наследственное заболевание ранее атеросклероз когда-нибудь никто не знает потом сейчас через какие-то годы да и папа у него до 40 лет скончался вот раннего инфаркта 40 лет значит семейное наследствие было значит гринько должен был находиться под пристальным контролем будучи уязвим уже будучи двукратным олимпийским знала об этом риски сам нет знал ли его жена там окружения нет и поэтому мы понимаем что нам важно как это не звучит аудитории нам важно знать какова ситуация потому что с разные формы разные формы спортивное сердце привыкли к этим терминам но спортивным сердцем не всегда стоит физиологическая норма за не может идти иные поражения а вот кстати внезапную смерть молодых военнослужащих везде выявлена гипертерапия миокарда увеличенная масса сердца и у одного выявили аномалия коронарная артерия рост 190 по-другому или дистрофия миокарда 18 лет дефицит массы тела регулярная англия гистология ну понятно почему такой тщательно опубликованный жена клиническим этим потому что эта история имела резонансные все случаи по каждому случаю там есть комитет солдатских матерей поэтому они требовали скрытие прибыли заключение гистологии и так далее и так далее смертью линии насильства вот у нас есть время и возраст когда наиболее часто включаются вот это расстрелом встречаем после 35 и у спортсменов частности а а ритмические формы встречаем у молодых спортсменов этот возраст это тоже очень важно всегда когда есть жалобы у спортсменов то на них стоит обратить внимание и вот когда в италии там в том же исследование большом 27 не в один день как вы понимаете у 15 никаких симптомов не было у 12 были они были абсолютно ничего не выйдет а жалобы у них были потому что то заболевание которые у них выявлено было это аномалия врожденная аномалия в регионе винета семейные наследственные формы поэтому всегда говорим что любая жалоба должна быть услышана а поскольку спортсмен нас антиаграванты то есть они скрывают то надо научиться их не быть антиаграванты да потому что это и здоровье и есть успехи потому что в италии есть успешные результаты реанимации большого количества спортсменов после остановки сердца аналитических навыков то есть не так все плохо но зато были выяснены причины что запускает эти нарушения и что может быть и отсюда после этих исследований появились наружные автоматические декабря которые сегодня устанавливаются и появление вообще нарушение виболизации нарушение ритма спортсменов всегда должно наталкивать исследовательности любого уровня включая тренера который может обратить внимание на снижение производительности по тем или причинам быть очень внимательным допуском тренировкам к этим бумаг справка потому что очень часто перенесенные вирусные инфекции которые приносят спортсмены и отсутствуют на тренировках по две-три недели выпускаются тренировка без анализа были какие-то изменения со стороны среди сосудистой системы у спортсменов в результате перенесенные вирусом другой респираторной инфекции это для нас очень важность вот когда мы говорим примеры то мы говорим единственное страны где законодательно всем человек приступающих персональной спортсменов что же делают а в италии существует большая программа регионе винетка они проведили 26 анализ случаев смертности и показали что использование определенную форму алгоритмов обслеживания очень достаточно простых последствий позволяет снизить этот показатель вот так снизилась внезапная смерть спортсмена сегодняшнему нынешнему дню исследование продолжается до сих пор и кривая продолжает оставаться достаточно низкой по сравнению с не занимающими спортом это касается все внезапно значит можно добиться можно что для этого нужно просто правильно собирать семейная нас не боясь спрашивать родственников первой степени родства когда беседу выяснять какие заболевания есть родители не у ребенка естественно у самих родителей снимать 12-канальную это где только снимать 10 секунд запись не меньше двух-трех минут для того чтобы выявить или не выявить какие-то нарушения ритма которые видела наталья ваших во время того канации в реальности когда делали исследование при обследовании видимо не не зарегистрировали в этот момент и не обратили внимание на нарушение ритма этой способности в тот период что не заставило провести дальнейшую а вот даже есть признаки здесь начинаются дальше исследования должны быть дальше введение согласно протоколам который есть рекомендантные наши один из авторов рекомендации по наблюдению общества кардиологов всероссийских наблюдений спортсменами с отклонением со стороны сердечно-сосудистых включая у нас есть спортсмены я вам хочу сказать спортсмены хоккеисты которые мы консультировали которому дважды мы делали коронараб с контрастом и средний сосудов сердца при подозрении на сосудистый мозг на врожденный он был согласен и сделаны дважды продолжать успешно он понимал риск и вот большое исследование было обследовано 100 тысяч спортсменов и оказалось что на основании всяких исследований вернулись что называется возрасте и допущен девяносто девять тысяч шестьсот 400 вот алгоритм который сегодня очень дорогая для страховых компаний как вы понимаете во всем мире но во всяком случае она говорит о том что тот уровень исследований достаточно правильный с нему относиться не халатно но ты получишь неплохой рынок и вот критерии сегодня вот это зеленый свет с этими изменениями пожалуйста тренируйтесь с этими красными ни в коем случае пока не будет дополнительно обслуживание и пограничные ну как переходе по улице уйдете на красный свет остановили на зеленые идете она желтый вы задумались такой будет свой красный или желтый вот сегодня критерии или кардиографического контроля который кстати и позволят и далее добиться такого потрясающего результата после движения внезапной смерти спорта вообще смерти не так много пять шесть человек на миллион занимаешь то они же происходят это же чьи-то дети люди спорт и так далее они есть и конечно несопоставимо меньше там по всем другим драматическим там наркотик что хотите но от этого не легче не значит мы должны закрыть глаза на контроль для ручки на русском русский профессиональный наш спортсмен всего оказание первой помощи который должен за используется это врача на самом а весь без гневе и генировок гневе и практику автоматически и создание регистров несомнений и тут я вам приведу пример стандарты проделать вот смертность европе в сша различно внезапно остановка а вот программа автоматически сегодня в соединенных штатах америки стану более миллиона автоматически в италии сегодня в обязательном порядке на всех спортивных объектов установлен автоматически народе вот и на улице они залов используются учителя установлен полмиллиона автоматически гонконг дании 1 миллион чем больше нарушена тома что это такое прохожие до приезда специально чтобы прохожий прохожие по мы с вами вымышлены доктор я не доктор а это служба а это металли без использования выживаемость это 15 год сегодня уже цифра несколько другие до в швеции до приезда уже цифра больше 70 больше людей умеют пользоваться наружными автоматически пользуются прохожие не врачи-кардиологи не медицинские сестры а прохожие автоматически чему полезно стоит на рекомендуется доступно для выстроиться на спортивных когда это не и появляется по закону для всех даже не соревновательных и дальше мы должны так или иначе то если мы не делаем правильное исключение то мы совершаем так же ошибки благодарю если есть вопросы да пока уже мои коллеги если есть докладчик какие-то вопросы андрей вадимович готов ответить включайте микрофон и задавайте вопрос добрый день андрей владимирович это из деревянского института физкультуры у меня такой вопрос статистика по шахматистам есть у вас число случаев смерти нет статистики на самом деле в россии никакой нету есть случае просто которые описаны и не описаны статистики реальной нету потому что для того чтобы была реальная статистика нужен регистр который бы все данные компоновался и обрабатывал и отсюда бы сообщество имел бы какие-то сведения спасибо а можно вопрос да смотрите ведь все спортсмены вот частности футбол потому что я занимаюсь им проходит перед соревнованиями в межсезонье различные медицинские обследования как так получается что при таком тщательном обследовании не выявляют никаких сердечно-сосудистых заболеваний и других отклонений которые приводят к смерти ну первое это происходит только потому что на самом деле целый ряд я же это говорил целый ряд сердечно-сосудистых заболеваний практически трудно диагностируется и даже невозможно диагностики но второй момент что мы используем ведь понимаете когда мы проводим углубленные обследования спортсменов мы делаем это для получения допусков тренировка а нам нужно онлайн контроль из пальцами и онлайн контроль за спортсменами по сути трения если нет врача команде и он таскать поверьте не все обеспечены медработниками никакими то по сути тренер тот человек который видит какие-то мелкие может быть детали подчас может быть даже будет ошибочен своих выводов но вот вам пример чемпионат европы первый матч остановка сердца у спортсмена издания мы все видели этот матч мы все с маличкой от европы следили за тем что произойдет а все реанимационные мероприятия проводились на поле за ширмами да но восстановили сердеевич сосудистых не повезли никуда а прямо здесь использовать наружный автоматический регулятор который был тут же в комплекте и так далее то есть вопрос первая помощь вопрос диагностики значит надо разрабатывать протоколы как показывает италия который работает значит его надо взять на вооружение службы которые за это отвечают на мой взгляд он простой но он просто должен выполняться скрупулезно не снимать пленку лет кардиограмму 10 секунд а записывать не меньше минуты а то и больше потому что именно за минуту нужно выявить изменения которые будут я вот только что показывал вам когда и когда я показывал красный свет мы найдем специально еще раз покажу вот две желудочка из на однократно сняты или аккордеально сколько надо однократными снимать и она снимать не меньше минут чтобы было понятно сколько в минуту экстрасистра так сама запись должна быть не меньше минут а лучше больше у натальи ванна что в 10 минут записи при оценке варианности ритма еще при перемене положения тела спортсмен вот прекрасный алгоритм наталья ванна его показала почему не использовать она не кардиолог физиолог и не занимается допусками спортсмен но вывел это первая она только ее никто не услышал потому что там где снимали пленку спортсменки скорее всего лет кардиограмму записали по времени 20 секунд а в следующие 40 секунд могли попасть парные экстрасисты следующие 40 секунд которые не вошли в запись и все и она пошла дальше тренироваться вот о чем разговор протокол электрокардиографического исследования спортсмена должны быть строго регламентирован во времени но не нужно тратить больше времени значит нагрузка должна быть регламентирована на врачей функциональный диагноз который анализирует и кг у спортсмена я ответил на ваш вопрос да спасибо большое а можно еще вопрос здравствуйте а какое еще исследование нам поможет выявить какие-то внутренние патологии кроме кг какое более информативное кг или узи сердца я вам скажу так самый информативный чувствительный метод это и кг если правильно анализируется правильно снимается потому что ультразвук это следующий уровень у нас внедрён сейчас ультразвук сердце проводится спортсмену такое количество ультразвуковых исследований что такое ощущение что они космонавты он позволяет увидеть но дело в том что еще раз повторяю что этим у нас во многих случаях есть гипердиагностика для того чтобы заниматься исследованием ультразвуком сердце ультразвуковых исследований нужно чтобы все специалисты работающие спорте были обучены стандартизованы чтобы они по одинаково рассматривали полученные параметры это делают в разных клиниках с разным уровнем подготовки сотрудников и поэтому у нас очень разнятся данные ультразвуковых исследований сердца в различных клиниках до у спортсменов но давайте представим себе что такое сделать 4 миллиона у нас более 5 миллионов спортсменов людей занимаешь спорт это не массовый спорт а спорта 5 миллионов ультразвуковых исследований в сердце может кто-то сделать нет я не вижу есть какие-то подозрения чем усилить вообще для любого исследования должно показание и самое главное показание это исследование истории человека быть внимательно к нему переболел отправьте переболел вирусной инфекции отправьте снять кардиограмм ангина переболел ангиной иди отправь сделай пробы на всякий случай нет ли это сказать каких-то рисков потому что этот самый пролапс метрального клапана который может быть причиной кстати внезапной остановки сердца он очень чувствительным истинный пролапс формирование воспалительного инфильтрата при ангина миксоматозная дегенерация которая возникает на литеральном клапане это может быть источником нарушения ритма вот деталь и родителей нужно образовывать потому что родители должны быть соучастники этого процесса не просто ребенка не было на тренировку там две-три недели представьте медицинский документ почему они из них отдыхать ради бога с родителями а если он в это время болел а потом пришел на тренировку а вы не знаете а нагрузка у него он находится в группе спортивного совершенствования вы ему не снижали нагрузки никак не вернулся чего он должен быть он же вернулся вернулся все сохранено у нее не режим не парни не не человек с ограниченной возможности ну что марина владимирович ну от лица всех участников и вот в чате многие участники сегодняшней золотой лекции выражают вам большую благодарность за такую информацию интересную сегодня вы открыли цикл лекций представители наших научных школ нашего университета следующий на следующей неделе будет опять интересная лекция и мы будем продолжать январе и феврале и так далее до конца учебного года спасибо вам за интересный доклад за информацию которая думали все приняли к сведению ну и в дальнейшем надеюсь будем совместно как-то работают участвовать обменим сомнений в рамках больших научных конференций конгрессов и так далее а всем участникам большое спасибо за то чтобы вы слушали и задавали вопросы и в общем-то проявили такой интерес и к самой проблематике которая действительно сегодня очень актуально ну и достаточно с большим количеством информативных материалов профессор ведущий специалист кафедре спортивной медицины нашего университета в общем-то занимается вся кафедра этими проблем этой проблематикой проводится большое число исследований с мегастрантами и так далее вот ну будем двигаться в этом направлении и чтобы вот эта проблема она не была такой уже явно открытая может быть снижались эти риски и факторы и действительно учитывали в своей работе данной сегодняшней лекции всем участникам сегодняшним здоровья успехов и надеемся увидеть вас снова на наших лекциях где вы получите еще больше интересной информации для всех всем большое спасибо спасибо всем удачи